Возможно, кстати, экстра раунд. Если поединок будет равным, то рефери может дать команду на продолжение боя. И будет еще один раунд, в котором, собственно, и будет определяться победитель. Итак, начинается эта схватка. Обмениваются бойцы лоу-киками. Неплохо сейчас попадает Болотов справа через руку. Держится немножко на дистанции. Хотя, конечно, эта самая дистанция удобна Дмитрию Безусу. Вот пропустил сейчас боковой Безус. Идет вперед Максим Болотов. Очень уверенно встречает соперника. Хотя, конечно, видно, что опыта еще не хватает. Немножко сумбурно защищается Максим Болотов. Но, тем не менее, достаточно неплохие удары он нанес на первых порах. Вот сейчас продолжает атаку Дмитрий Безус. Постарался реваншироваться. И здесь мощный хай-кик запустил Максим Болотов. Но цели он не достигает. Размах был на рубль, а удар на копейку, как говорится. Неплохая комбинация от Дмитрия Безуса. Снова сошлись бойцы в клинче. Но рефери ребят разводят. На этот раз комбинация от Максима Болотова заканчивает хай-киком. Вот есть немножко лишний вес у Максима Болотова. Посмотрим, как это скажется на поздних раундах, если поединок туда зайдет. Но пока вот справляется Максим Болотов с нагрузкой. Хотя, как мне кажется, уже дышит тяжеловато. Раздергивает своего соперника Дмитрий Безус. Раздергивает джебом. Вот сейчас фронт-кик запускает Максим Болотов. И попадает. Старается Максим Болотов работать на дистанции. Работать на контратаках. Видимо, уповает на свою скорость. И пару раз достал он все-таки Дмитрия Безуса своими ударами. Но, тем не менее, биться на дистанции с парнем, который гораздо выше тебя. У которого длиннее руки. Но я даже не знаю, правильно ли это. Сейчас увидим. Остается буквально 35 секунд до конца первого раунда. И все еще не ясно. Неплохо работает Болотов передней рукой, когда встречает Дмитрия Безуса. Пока Безус не подстроился под соперником. Он идет вперед. Он сейчас натыкается снова на правый оверхенд. Через руку попадает Дмитрий Безус. 15 секунд остается до конца раунда. Идет он по-прежнему вперед. Пока не использует Безус в полной мере дистанцию, которая ему была бы выгодна. Пока старается поджимать соперника. И вот оказался к этому готов Максим Болотов. Встретил пару раз очень неплохо в этом раунде своего оппонента. И я думаю, что раунд был равным. Правда, несколько моментов все-таки у Максима Болотова очень удачных было. А вот у Дмитрия Безуса отметить какие-либо точные попадания и яркие моменты трудновато. Ну, собственно, мы и видим на повторе, что все атаки практически были у Максима Болотова. Хороший раунд. Отдыхают ребята. К сожалению, не показали нам секундантов. Интересно было бы послушать. Вот сейчас показывают, но не слышно, что там говорят. Итак, сейчас встреча возобновится. Второй раунд. С хайкика начинает Дмитрий Безус. Раздергивает джебом. Тут же миддл кик в его исполнении. Снова держится Максим Болотов на дистанции. Ждет атаки от своего соперника. И вот здесь неплохая комбинация. Заканчивает вновь хайкиком слева. Пора бы Дмитрию Безусу уже привыкнуть. Удар с разворота. Вот это что-то новенькое от Максима Болотова. Попытка выполнить бэкфист. В исполнении Безуса проигрывает пока что в скорости. Украинец, к сожалению, не попадает он по сопернику. И, видимо, все-таки именно этого ожидал Максим Болотов, когда готовился к этому бою. И говорил об этом в интервью, что именно на скорости он будет работать. Что и происходит. Неизвестно, хватит ли ему этой скорости. Насколько у него хорошая подготовка именно с точки зрения функционалки. Но пока Максим Болотов справляется. Справляется с ситуацией. Полностью пресекает атаки своего оппонента. Максим Болотова очень вовремя контратакует и удачно попадает. Вот снова обмен лоу-киками. Ребят, тут же франт-кик, удар слева. Причем посмотрите, друзья, когда Максим наносит свою двойку, он именно ее наносит после атаки Дмитрия Безуса слева. То есть запускает Безус левый джеб, тут же отходит в сторону Максим Болотов и наносит удар двойку. И эта комбинация очень удачная в его исполнении. Призывает не клинчевать рефери бойцов. Снова обмен. Вот сейчас хорошее попадание. А Дмитрия Безуса с разворота точно в корпус. Бэк-кик. Там, конечно, подскользнулся Максим Болотов. Это ни в коем случае не нокдаун. И рефери это понял. Вот нам показывают еще раз. Поэтому поединок продолжается. 45 секунд до конца второго раунда. Идет вперед Болотов. И хорошая комбинация. Попадает как в корпус, так и в голову. Мидл-кик, а потом и хай-кик. Молодец Максим Болотов. Реваншируется за каждый эпизод. Правда, руки слегка опущены у Болотова. И пропускает он ненужные джебы. Дмитрий Безус заряжен на одиночное попадание. И в этом его минус. Болотов прекрасно видит, что собирается делать Дмитрий Безус. И вовремя уходит от атак. Поэтому не получается пока у Безуса подстроиться под своего соперника. То, как он умеет делать. Прекрасно. Мы не раз видели Дмитрия Безуса. В более сложных боях. С более сложными соперниками. И которых он, конечно, проходил. Но вот здесь... Все внимание к подготовке, конечно же. Мы не можем знать, как проходила подготовка у Дмитрия Безуса. Об этом не было информации. Но по двум раундам видно, что Безус стремится поразить соперника. Одним ударом. То есть максимально нанести тяжелый удар. Тяжелое попадание. Отправить в нокдаун соперника. Потрясти своей мощью. И это сделать у него не получается. Пока Максим Болотов справляется. Со своей задачей. Работать на дистанции. На контратаке. Что самое главное. Хотя, казалось бы. Дистанция это не его конек. В поединке с более рослым соперником. Но Максим Болотов на данный момент переигрывает Дмитрия Безуса. Ну что ж, третий раунд, который может оказаться заключительным. Начинается. И тут же идет Дмитрий Безус вперед. Атакует джебом. Неплохая комбинация в исполнении Максима Болотова. И продолжает он поддавливать соперника. И посмотрите, как прекрасно после атаки Болотов уходит на дистанцию. И снова и снова у него проходит удар справа через руку. Вот еще одна комбинация от Болотова. И вот начал отвечать уже Безус. Наносит удар лоу-кик. Перед этим был мидл-кик. Тут же подключает колено Дмитрий Безус. Но призывает рефери не клинчевать. Это запрещено. Удар в корпус от Максима Болотова. Но лишь вскользь он пришелся. Вот по-прежнему бойцы смотрят на канвас. Все-таки довольно-таки скользкий. И хороший лоу-кик проходит сейчас у Дмитрия Безуса. Чуть было не упал. Болотов пропускает вновь лоу-кик. Понял Дмитрий Безус, что это слабое место. Что надо отбивать. И нанес туда два удара. Есть еще время у Дмитрия Безуса. Есть еще время на то, чтобы изменить ход этого боя. Снова клинч. Снова рефери разводит бойцов. Очень удачно Дмитрий Безус сейчас атакует джебом. Но комбинаций по-прежнему нет. По-прежнему это одиночные атаки, одиночные выстрелы. Хотя, конечно, выстрелы как из пушки. Очень сильный. И снова джеб. Даже вздрогнул Максим Болотов. 50 секунд остается до конца третьего раунда. И по-прежнему ничего не ясно. В третьем раунде можно сказать, что были хорошие моменты у Дмитрия Безуса. Очень удачно порой атаковал. Снова призывают не клинчевать, ребят. Максимальная динамика. Вот что интересно зрителям. С дистанции расстреливает Дмитрий Безус. Ногами пробивает мидлкики. Попытался донести до цели и хайкик, но не получилось. А вот так делать не стоит, Дмитрий. Не надо. Боец развернулся и рефери должен был сделать предупреждение. Но Дмитрий попытался вдогонку добавить лоу-кик. Ну что ж, завершились три раунда. Противостояние Дмитрия Безуса и Максима Болотова. Довольно-таки динамично прошел этот бой. Я бы отдал два раунда Максима Болотова первых и последним Дмитрию Безусу. Нередко на подобных турнирах, когда последний раунд выигрывает тот боец, который до этого проигрывал, казалось бы, дают либо экстра раунд, либо дают победу даже этому парню. Но так как предусмотрен экстра раунд, я думаю, что все-таки мы его с вами и посмотрим. Ну давайте дождемся решения. Пока смотрим наиболее яркие моменты. Бэкфист в исполнении Болотова. Дальше комбинация в корпус. Обмен ударами. Очень удачно прорывался Максим Болотов на короткую дистанцию. В ближний бой. Но есть решение. Все-таки третий раунда сводит рефери бойцов в центр ринга. И сейчас мы услышим, кто же все-таки победил в этой встрече. Зрители тоже замерли. Да, долго определяются судьи. Хотя мне казалось, что если бойцов в центре свели, то уже решение есть. Но тем не менее, видимо, какая-то дискуссия идет. Итак. Ничья. Объявили ничью. Ну что ж, поединок был близким. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok